Папочка скоро придёт. Папочка скоро придёт. Может, вода заберёт его тело, унесёт прочь, на другой берег или на дно, а то и просто вверх по течению. Главное – стиль. Никаких отпечатков, следов, я обо всём позаботился. Одежда его у меня, много что пойдёт по размеру, а ему теперь уже незачем. Столько болтал, как же я не люблю таких многословных. Всё рассказывал, как идти, где свернуть, какой путь самый ближний. Где проситься с ночёвкой, где гостиница стоит. Ещё и набожный такой весь перекрестил меня пару раз на дорожку. Просил ночлег искать засветло, не набредая ни на какие болота, не попадаться волкам, дичавшим в это время года, и всяким проворным нисси, хульдрам и прочей пакостной нечисти. Заклинал остерегаться сельских кладбищ с ночными друганами и погостах. Трусливый тип, как бить дать, наивный. Забил себе голову всякой чепухой. Разве ж таких нужно опасаться? Опасаться надо таких, как я. Видать, мама не говорила ему в детстве не разговаривать с незнакомцами и не доверять странным людям. Ну и где сейчас его бог, призывающий так помогать ближнему своему? Или ангел-хранитель хотя бы? Отчего ж не вмешался, когда я вонзал в него лезвие вновь и вновь? Это убийство я взял из фильма «Повелитель мух». Тот, что цветной, хотя слышал, есть ещё черно-белая версия. Ну и книга, конечно. Правда, её не читал. Фильм оставил уже слишком неизгладимое впечатление. После просмотра такое произведение и в руки-то брать было стрёмно. А сейчас... Даже не знаю, если у кого вдруг случайно найду. Не записываться же мне вот так в библиотеку! Ха-ха! Фильм, когда-то сломавший мне детство. После него как-то не ощущал себя уже прежним. Задумавшись о жестокости и абсурдности этого мира. Мне самому было где-то 11 или 12, как тем ребятам по сюжету. По убивавшим друг друга на необитаемом острове. Момент, когда перепуганного мальчонку в ночи приняли за нападавшего монстра и изувечили копьями, навсегда засел в моей памяти. Как бы я поступил? Точно примкнул к дикарям. Точнее, к охотникам. Так они, разрисовавшись звериной кровью, себя называли. Быть надо на стороне сильных, на стороне победителя, а не пытаться сохранять человечность в любой ситуации. Человек человеку волк, и тот фильм как нельзя лучше доказывал. Может, это оттуда у меня такая тяга к насилию? Вильзеву, повелитель мух, кружащих над башкой кабана, насаженный на пику. Он заставлял ребят обратиться в дикарей, а меня в скитателя убийцу. «Интересно, сколько у Ульфа с собой было денег?» Не проверил бумажник, а надо бы. Вдруг там фотографии семьи или любимых родителей. Посмотреть, кого я забрал у жены, у детей, у сестры, у любящей матери. Сколько страданий, сколько слез, сколько поисков ждет их всех. Куда интереснее, чем у прошлого пинчуги из бара, которого все бросили. Зато тот как раз был при немалых деньгах. Пришел, будто с целью пропить всю зарплату. Так я облегчил его участь. Мне эти деньги явно нужнее, чем какому-нибудь бармену процветающего кабака на окраине Сольберга. Я не оставляю специальных подсказок. Не беру на память побрякушки у жертв. Не выкладываю мозаику для полицейских. Меня не найдут. Столько разных убийств в отдаленных городах. Маргена, Нордфьюордейт, Лоте. Кто станет связывать эти убийства, совершенно разные по характеру и орудию. Задушены, зарезаны, заколоты, кто-то даже застрелен. Какая тут может быть связь? Никакого мотива. По одному телу в каждом городке. Засиживаться надолго мне неинтересно. Перебираюсь с места на место. Так интереснее. Никто не увидит связи. Убийства из книг и кино, которые запомнились мне лично. Причем не копия. Я же не заточенный палкой ульфа заколол. Как копьем, а ножом. Никто не додумается, как я это придумал. Например, тот алкаш был за баром повешен на электробусе. С выпущенными кишками наружу. Прямо как детектив Патция в Ганнибале. Том самом с Энтони Хопкинсом. В котором бездари киноделы напрочь переврали одно из самых выдающихся книжных концовок в истории. Вот же ж твари. Харрисона-то как раз я читал. И им бы не помешало. Впрочем, подобно сюжету, убийство можно списать и в подражании средневековой казни самого Франчиса Патции. Как исторического деятеля-заговорщика. Тогда получается даже больше источников для вдохновения. Надо будет кого-нибудь посадить на высокий кол, как Влад Дракула. А какую-нибудь дамочку я обязательно сожгу в память о Жанне Дарк. Про нее, впрочем, и фильмов немало. У меня даже нет принципа выбора жертв, кто под руку подвернется. Кому как повезет, с кем мы распрощаемся мирно, а кого-то я вдруг схвачу и начну душить. Случайный попутчик, собутыльник, человек, подошедший спросить дорогу, которого я заведу в подворотню или за гаражи в глухое местечко. Все такие наивные. Наверное, мне повезло иметь улыбчивое лицо, которому все так проникаются доверием. Лучше б смазливая мордашка мне в школьные годы помогала девчонок клеить. Глядишь, и занимался бы сейчас чем-то иным, чем бесцельным скитанием по всей Норвегии. Зато хоть достопримечательности родной страны посмотрю, попутешествую. Для разнообразия можно будет прикинуться туристам, изобразить какой-нибудь акцент и примкнуть к такому же путешественнику. Присвоить затем его личность, кредитки, попользоваться телефоном. Звонить-то никому не буду, просто можно заказать в номер пиццу. Удивительные люди вокруг, никто не печется о собственной безопасности. Сидишь и гадаешь сам в голове, беседуя с человеком. Убьешь, не убьешь. А они всегда такие странные, готовые буквально всю душу выплеснуть незнакомцу, будто родному и безликому. Чего только не наслушаешься, взвалишь на плечи чужую боль, да потом через эту боль избавляешь их от людских мучений. Я бы назвал себя дьяволом, если б верил во что-то паранормальное. Но, увы, для нас всех нет ни ада, ни рая, только кромешная бездна небытия и пустота. Все уходит в ничто, никто не заслуживает второго шанса. Нет ни грехов, ни заповедей, иначе б Господь уже меня покарал. Ха-ха-ха. Мы живем как хотим, а не как сами того заслуживаем. Ульф, кажется, мне наврал. Короткая тропа ведет отнюдь не к гостинице, а к захолустью. Там пара домиков, здесь пара хижин. Если так до темна до каристого не доберусь, придется стучаться и искать ночлег. Или это я его слова перепутал и пошел вместо кратчайшего длинным путем в пару дней? Не люблю я местное радушие и гостеприимство. Так и тянет всех вырезать да поселиться у них. Но оседлая жизнь не по мне, уже пробовали. Остаться надолго на одном месте я не могу. Серое унылое небо, такая же втоптанная земля на дороге с маленькими лужицами, обличавшими всю неровность. Лес вокруг весь окрасился выцвешей краской. Кроме хвоя. Но все эти ели, сосны и пихты тоже какие-то мрачные. Безрадостная осень с печалью объявляет о грядущей суровой зиме, вынося этому краю очередной беспощадный приговор. И так каждый год. И не будет иначе. Остановился. Завидев старушку возле колодца, помог ей поднять ведро да напиться попросил. Спросил заодно у нее и дорогу, к отелю как выйти. Оказалось, путь верный, просто немного в обход. Я выйду позади бело-рыжего вытянутого здания, а не перед ним, как я понял. Так быстрее и тише, вместо выхлопных газов с шоссе. Свежий воздух. О том Ульф и говорил, а я слушал в полуха. Все думал, когда же он повернется спиной, чтобы напасть. Не люблю долго ждать, когда уже все решил. И не люблю, когда не видно их глаз. Как именно уходит вся жизнь. Как останавливается дыхание. Больше никаких тычков со спины. Ну ладно, в последний раз. Старушка полетела в колодец после крепкого удара булыжником по затылку. Тут эти камни повсюду, в деревнях такие в хозяйстве держат, чтобы прижать крышку при закваске или варке, подпереть дверь. Да и много зачем еще. Убийство возле колодца в кино встречалось не раз. А все сожаление, что не видишь предсмертных мук, легко компенсируется пониманием, что вода разлагающимся трупом теперь будет отравлена и вокруг помрет еще не один десяток человек. Заодно и перекусить можно теперь в ее доме. Пополнить запасы. Только слегка, дабы не выглядело все как кража со взломом. Пусть думают и гадают, кто и за что бабульку прихлопнул. Лишь бы сосед никакой не зашел. Я стараюсь не оставлять больше одного трупа на населенный пункт. Слишком близко к вытвику. Конечно, но пока это тело найдут, я буду вообще в другом конце страны. Может, даже не свяжут. Она могла треснуться головой при падении. Я же не бросил камень за ней сверху. А на нем, даже если и останутся следы крови, их сотрет первый же дождь. Поздней осенью они льют постоянно. Старушка брала воду на стерку белья, как я понял. Вся веранда пропахла каким-то средством из таза. Я выставил его за порог, обнаружив на печке наваристый суп. Было чем поживиться, где остаться с ночевкой. Но с утра сразу же дальше задерживаться тут никакого смысла. Смотрите-ка, повсюду икона. Ну и что, спас тебя твой христианский бог? Хе-хе. Пообедав, все думал о разлагавшемся трупе в колодце. Как, черт возьми, все удачно так получилось. Жаль, название фильма никак не припомню со схожим убийством. Стирала бы она у реки, можно было бы все повернуть по-другому. Течение воды, склоневшиеся на ветру колосья, коваль и лужок. Вспомнился тот самый клип Ника Квейка и Кайли Миноук. Но там орудие убийства тоже былыжник. А я повторяться, увы, не намерен. Может, когда-нибудь, дабы запутать следы, если уж какой-то хитроумный детектив подметит, поднимет на уши всю Норвегию, что куда не поеду, будут листовки на каждом столбе с описанием примет. Да фигня это все. Какие приметы? Сменить шляпу, побриться на лысо, покрасить брови в рыжий цвет, избавиться от бороды, наклеить какую-нибудь родинку на лицо, купить карие линзы, чтобы свои зеленые глаза попросту скрыть. Какие такие приметы в наше время? Можно похитить ребенка пластического хирурга на детской площадке, а когда мастер выполнит то, что от него требуется, прирезать обоих. Делов-то. Сейчас доберусь до отеля, и там с кем-нибудь обязательно познакомлюсь. С какой-нибудь дружной и большой семейкой. Мамаша-стерва, которая всегда все не устраивает. Папаша-лентяй, а-ля Гомер Симпсон, на плечах и зарплате которого вся семья-то и держится. Несколько неумолкающих и дерущихся между собой из-за каждой конфеты детишек. И дед. Обязательно нужен сварливый дед с вредным характером, похлещая стерва жены. Такого я, может быть, даже и в живых и оставил. Не знаю, зачем. Опять-таки, для разнообразия, чтобы никто не усмотрел в моем хобби какой-то там подчерк. Я в кошки-мышки играть ни с кем не собираюсь. Я просто показываю человечеству, насколько наивна и доверчива его природа. Учу маленьких девочек не разговаривать с незнакомцами похлеще сказки о красной шапочке. Самым показательным примером. Кстати, о девочках. К вечеру пешей прогулки вдоль леса у старой бревенчатой хижины стояла одна. Слишком легкой одежде для осеннего дня. Но в избе так валил дым из трубы, что, должно быть, ей было даже жарко. Снимает постельное белье с натянутой веревки, оставляя на той прищепке, будто никто не сопрет. Ишь, наивная. Дети – цветы жизни, срезаемые жестким серпом. Прямо как в «Звездных войнах». Люблю виск, крик, писк. Люблю забирать их невинность и наблюдать, как из чистых глаз уходит блеск жизни. Как они стекленеют, а тело мягчает. А потом они коченеют, гниют и превращаются во все то же ничто. Человек не царь природы, а просто ее удобрение, чтобы деревья повыше росли. До отеля, кажется, далеко. Надо б спросить дорогу у этой малявки. И сдается, что напроситься на ночлег в ее хлипком домике. Ножки кривоваты, спина какая-то сгорбленная. Но бегает прытка. Кажется, даже босяком выскочила на пожухлую траву и холодную землю перед избушкой. Надо наведаться. Кажется, опять не видать мне теплых постелей отеля. Воды вынесешь? Начал я диалог, подойдя к деревянной хлипкой ограде, чуть не сломав, оперевшись рукой. Девчонка аж вздрогнула, завидев меня. Растрепанные светлые волосы, невинные голубые глазки. Сглотнула, оглядела с ног до головы скитальца с большим рюкзаком. Ее-то, небось, учили с незнакомцами не разговаривать. Сейчас сделает шаг другой назад, позовет кого-то из взрослых. Здравствуйте! Только и проговорила она, явно опешив. А может, и ничему не учили. Сейчас и проверим, насколько доверчиво. Будь на улице потемнее, может, и приманил бы ее прямо сюда чем-нибудь, но промерз шагать весь день вдоль прелеска. Мне б как раз поскорее к ней в дом обогреться. Воды, говорю, принеси, и я дальше пойду. Что, дома ни воды, ни кружек нет? Ближнему помогать Господь не учил? Хмыкнул я грубовато, уставившись на нее, словно она мне служанка. Нет. Помотала она головой, невесть на какой из моих вопросов ответив. Папку завидавай, или мамку. Велел я, видя, что от малявки ни черта не добьешься. Стоит босиком, платье не достает до перепачканных коленок, корзинку снятого с сушки белья еле в худощавых ручонках держит. Не знаю даже, от чего сильнее она хочет домой, от меня подальше держаться, или дабы от тяжести поскорее избавиться. Смышленой не выглядит. Дай бог умеет читать. У этой уж точно дома на полках ни Харриса, ни... как его там, который Повелитель Амух написал. Ни патефоны с пластинками, ни Коквейка, не говоря уже о телевизоре. Впрочем, его и у бабульки в избенке не было. Папочка скоро придет. Только и ответила она. Так я, может, зайду, подожду его. Есть водицы попить. Поинтересовался я, отыскивая среди ограды калитку. Мог бы и перелезть, скинув рюкзак на заросли хрена и щавеля на огороде. Но она ж напугается, бросит корзину, может быть, даже в меня. Помчится в избу, запрется там. А я, ломая окно, залезай к ней, как какой-нибудь монстр. Это все не по мне. Я отнюдь не из тех убийц, которым нравится играть жертвой, бегать за ней, загонять в ловушку, готовить капканы. О нет, я предпочитаю экспромт, подвернувшийся случай. Действовать на месте, если есть вдохновение. Не то, чтобы я находил в этом что-то художественное, подражание кинофильмам, всего лишь личная прихоть, а не какой-то отточенный план со смыслом и связанным циклом произведений. Может, мне попросту фантазия не достает на что-то свое, да и плевать, меня это все не колышет. Воды нет, вся на стирку ушла, и в чайнике и остатки. Надо новое ведро из колодца тащить, а я достать не могу, тяжелая очень. Затороторила она своим птичьим щебечущим голоском. Папочка скоро придет, он достанет, а дома есть морс из брусники. Ну и кислятина, сразу подумал я, небось, еще и с клюквой помимо брусники. Был бы компот, а вот морсы, увы, не мое. Может, найду, что покрепче? Ее папочка, если живет на таком отшибе, точно должен иметь в закромах какой-нибудь акитив или виски. Она пьется, так небось, развлекается с ней, такой хрупенькой и доступной, как пейдать, ни разу не девственница. И что, у них всех тут день стирки или что? Одна белье замочила, это снимает к концу дня все, что высохло. Какая-то новая традиция, о которой не знаю? Конечно же, совпадение, просто уж больно забавно все выглядит. Как-то даже реально пить захотелось немного. Впрочем, у меня в рюкзаке почти полтора литра воды, есть бутылки. Просто девчонке об этом знать, конечно же, не полагается. Ладно, поглядим, что за морс. Просипел я наиграно, чтобы поверила, будто у меня в горле пересохло. Глотну крошечку и дальше пойду. Сочинял на ходу. Отель этот проклятый искать, пока не стемнело. До каристого два фьюрдинсвея, отчеканила она. Полмили, за полтора часа доберусь, вот и славно. Хлопнул я в ладоши, потирая кожаные перчатки. Девочка с корзинкой направилась к дому, а я за ней. Оставалось вспомнить какой-нибудь фильм об убийствах в хижине. Их сотни, конечно. Можно запереть ее в подвале, как в зловичьих мертвецах, и пусть там помрет с голоду. Можно придумать что-то поэкзотичнее. Главное, быть на чеку, когда заявится ее папочка. Лесник он там, или охотник, наверняка придет с ружьем. Уже вряд ли такая семья станет жить возле леса совсем без оружия. Внутри избы приятно пахло корицей и травами. На печи свистел чайник, слышно, как потрескивали дрова, а на окнах висели беленькие кружевные занавески. Полный уют. На стенах же разные резные поделки, напоминавшие шаманские тотемы. Лица, рога, даже голова оленя. Ну, точно, зловещие мертвецы. Еще и мерзкий такой, будто этот зверь сначала обратился в зомби, а потом уже был убит и здесь вывешен. Жуть. Настолько старое чучело, что при нем тут еще прабабушка этой девочки должна была бегать примерно в ее возрасте. Давно бы уже выбросили. Как только этой мелкой кошмары не снятся от такого соседства? «Теперь могу сделать чай», предложила она. «Будете?» «Давай». Согласился я, уж всяко лучше, чем Морс. Рюкзак усадил на табурет рядом, словно третьего на застолье, облокотив на стену. Глаза все-таки скользили по полкам средь банок, мешочков и осушеных трав, выискивая заветную бутыль виски. Может, ее отец держит бухлишко где-то не на виду, чтобы сама не схватила. Может, как раз в запертом подвале? Тогда, пока он с ключами не явится, мне на нее нападает смысла мало. Хотя нет, как раз, чтобы не следить сразу за двумя, пусть явится, когда она уже будет лежать тут спокойно. Осталось просто придумать как. Такая наивная, пустила в дом, хозяйничает тут одна. Полезла за сахаром в платье, на ногой отельце, сверкая задницей, словно меня соблазняю. Горбатым у меня никакого возбуждения быть не может. Уж извините, не сегодня. Стремная девчонка. Наличика симпатичная, худая, как я люблю. Но Квазимода уж какое-то, ей-богу. Мать ее или бросила, или вообще при родах умерла. Я так понимаю, живут они тут вместе с отцом. Небось, она еще и умственно отстала немножко. Не то, чтобы это как-то чувствовалось, но высоким интеллектом девочка явно не блещет. Снять белье с веревки и вскипятить чайник, уже неплохие навыки. Может, еще что-то плетет или вырезает, как эти зверочеловеческие рожи из дерева, что на стенах. Хотя, нож я бы ей не доверил. Положила какие-то пучки сборов, обернутые в марлю и залила кипятком. По ее виду, казалось, и напрямо про себя считала, сколько им надо настаиваться, прежде чем убрать засухие хвостики прочь из металлических кружек. Ненавижу такие. Старые, сделанные неумело, ручка вылита продолжением чашки, а потому сама адски нагревается от кипятка. Это ж прошлое столетие, не иначе. Уже давно так не делают, приваривают едва-едва на стыках. Неужели нет посуды получше? Или гостям не полагается? Говорить мне с ней было не о чем. Уточнил так, всякую ерунду, давно ли они тут, оказалось всю жизнь, вдвоем ли с отцом живут, ну разумеется, как и ожидалось, где мать расспрашивать даже не стал. Посмотрел, как темнеет за окном. Даже звезд не видно, унылая осенняя пора с извечно серым, волчим, как я его называю, небом. А пожрать-то есть чего? Пирожок там, картошечки. На мясо и не рассчитывал, в лучшем случае дичь принесет ее папочка. Та поглядела по сторонам, будто пытаясь предложить мне сушеные овощи или сухари, развешанные по углам. Взглянула на меня с каким-то укором, будто оценивая, насколько я голоден. Маленькая жадина, наверняка всего полно. И соленья, и варенья, грибочки в маслице. Сейчас такие опята в этих лесах. Не в этих, конечно, а по дороге к Витвику на пнях видел немало. Срезал себе ножичком, тем самым, которым Ульфу оставил с десяток отметин на спине. Что теперь с его курткой и рубашкой-то делать дырявыми? Зачем с собой взял? Ладно, летом бы, эдакая вентиляция для жары, а сейчас? А здесь из-за печки и вправду жарко, что только в платье на голое тело и разгуливать. Что, даже хлеба? Опешил я, впервые сталкиваясь с настолько негостеприимным человечком. Ничего нет поесть? Даже не знаю. Пожала она плечами. Папочка скоро придет, он приготовит. Посмотрю, может печенье. Поставила она хлипкий табурец с облейшей голубоватой краской и полезла к жестяным банкам на шкафу. Бесит меня. Вот заладила. Беспомощный и несамостоятельный ребенок. Даже ничем угостить не может. Малявка. Чай подала, себе сахар укинула, а мне даже не предложила. Стерва. Самое время начать. В рюкзаке есть молоток и кое-что. Помните фильм «Убийство инструментами». Можно двинуть по табуретке. Девка рухнет, сломает шею. А если нет, так есть еще пара вариантов, как же ее переломать. А грить чем-то тяжелым, чтобы аж горб выправить. Понарожают верблюдов. Почему таких уродцев не принято убивать с рождения или консервировать в банке для музеев и опытов? Или хотя бы в цирк сдать? Пришла идея по-быстрому ее расчленить и запечь в печи. Главное не на столе разделывать. Надо как-то, чтобы пятна крови в глаза не бросились. И накормить ею ее заявившегося папашку, уверяя, что девочка его отошла и вот-вот придет. Кормить его ее мясом и все теми же сказочками, что мне тут она втюхать пытается. Боится, что могу навредить, вот и придумала себе отца. Может и нет тут никакого папочки? Сиротка, небось. Сбежала из детского дома или от никудышных родителей алкоголиков. Нашла эту старую заброшенную избенку, кое-как что-то готовит. Пора с ней кончать. Хватит с меня всего этого. Я встал, готовясь уже ринуться на нее. Вот он, мой час. Погребальный колокол пробил. Суровая ночь требует новых жертв. Во рту был неприятный травяной привкус чая, которой хотелось запить водой. Но если бы я полез за бутылкой в рюкзак, эта недалекая могла бы начать что-то подозревать и стать слишком внимательной. На столе ни вилки, ни ножа, все свое при себе надо иметь, типа. Как же меня здесь все раздражает. За порогом раздался грохот и треск, будто промчался табун лошадей. Я уж было подумал, все, конец, конная полиция выследила, облава грядет. У меня правда малявка в заложницах, попрошу любой вертолет, знать бы еще куда отсюда лететь. Звук был такой, словно в дом пытались тащить крупную ель, царапающую ветками все стены и окна. На пороге и вправду возникло что-то косматое и лохматое, с большими наростами или рогами. Я, оглянувшись, аж вздрогнул от этих налитых кровью свирепых глаз, смотрящих на меня не то, что как зверь, а как нечто вообще совершенно потустороннее. В его облике было что-то от примата, медведя и, может быть, человека. Смерть позади тебя! Раздалось от спрыгнувшей с табуретки девчонки холодным могильным тоном. Да какого дьявола здесь происходит? Развернулся я к неведомой хтонической твари, увесистой и грузно шагавшей в дом. Это твой папочка? Что ты подсыпала в мой чай, маленькая дрянь? Я не верил своим глазам, что ты лохматое, крепкое, в топорчащихся перьях у плеч, похожих на лапник еловых ветвей. Оно царапало рогами и наростами косяк двери и постукивало копытами по порогу. Казалось, у существа было четыре лапы, мне было даже толком понятно, где оно заканчивается. Силуэт занимал собой буквально все доступное взору пространства. Расширялось своими конечностями, скрипя когтями, расползаясь лианами, рогами, коренями по стенам и потолку, врезаясь в бревенчатый сруб внутреннего убранства, заполняя собой окна и покрывая мховой порослью деревянную мебель. Какой-то неописуемый гриб чудовища и растения, ни живое, ни мертвое, ползущее в нашу реальность из какого-то совершенно чуждого нам потустороннего мира. Мне заварили не чай, а какой-то галлюциноген, какой-то наркотической травы и ядовитых грибов. Да они вдвоем тут маньяки, опаивающие забредших путников, семейка безумцев. Запах вокруг заполнялся лесной хвоей и гнилью, отчего не спасали уже никакие пряности и развешенные на стенах пучки сухих трав. Воздух стал омерзительным, тошнотворным, заставив меня прокашляться. Да лучше бы меня вырвало назад этой гадостной смесью, которой меня опоили. Першило в горле, горели легкие, ощущения были, словно меня выворачивает наизнанку, как будто токсичный яд разливался повсюду, терзая даже в самых тоненьких капиллярах. Я сказала позади! Из-за спины раздался детский, но уже такой лязгающий и зловещий злобный голос. Судорожно обернувшись на нее, я увидел, как ее детские золотистые волосы стали тонкими и выцвевшими, напомнив запылившуюся паутину. Глаза девчонки моргнув, стали обсидианова черными, а горб на спине приподнялся, ловко сорвав ее платье с серого тела, согнувшегося в агрессивной позе, словно какой-нибудь гоблин. Этот изъян на спине оказался тощим корявым хвостом с выступающими позвонками, сложенный в щель вдоль спины, как позвоночник. Он до поры до времени покоился, своим свернутым кончиком уродуя контур ее фигуры. Страх сковал меня так, что я не мог ни бежать, ни кричать. Не осталось сил даже мыслить, словно твари вокруг попросту отобрали всю мою волю, высасывая жизнь по крупицам. Поверить в то, что творилось перед глазами, было немыслимо. Отвергать еще большее безумство. Лесной громила даже не кидался на меня, а просто перекрывал мне все доступные пути отхода. Двери, окна, спуск в подвал, лаз под стол, все вокруг. Но не он был здесь самым опасным чудовищем. Главной прожорливой тварью была она. Отродье бесформенного демонического смрада. Тварь из глубин самой холодной бездны, откуда-то из-за предела всякого воображения. Немыслимая кровожадная бестия вселенской тьмы, готовая пожрать и души, и тело. От тошнотворного запаха тлены и плесени я едва не терял сознание. А как хотелось бы его потерять и больше никогда не возвращаться в свое тело, нашедшее свое последнее пристанище посреди этого настоящего кошмара. Девичий рот в широкой улыбке блеснул за стрёмным набором одинаковых треугольных зубов. Ногти на ногах и руках вытянулись большие серпы. Мертвецки бледная тонкая кожа в пульсации черных вен по всему худощавому хвостатому тельцу. Но самым пугающим была эта зияющая дыра вдоль спины, которую отчетливо было видно сейчас, когда тварь согнулась. Там средь гниющей щели жадно копошились с обеих сторон ни то когти, ни то еще одни зубы, будто вся спина девки представляла собой еще одну чудовищную пасть. Ее смеющийся демонический вопль был последним, что застряло в моих ушах. Хульда в народных поверьях прекрасная дева, прячущая до поры до времени свой хвост и охотящаяся на людей. О таких меня и предупреждал Ульф, а я лишь посмеивался. Теперь пришло время нечисти насмехаться над слабым, наивным и неверящим в нее человеком. Боли агония пронзили меня в хват ее серповидных когтей, одарив немыслимыми адскими муками. Я мог остервенело изощренно пытать любого, а теперь сам оказался в ловушке. Холодно, черт возьми, как же холодно! Все пронизано этой тьмой, этим проклятием, этой пыткой. Каждый нерв, каждый орган, каждый клочок кожи познали нестерпимую боль, за которой уже не следовало облегчение, и боль эта длится вечностью. Мерзавке крайне понравилось меня мучить, зная, что больше нет надежд на прощение и сострадание. Нет ни ада, ни рая, только кромешная бездна небытия. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас главный герой, любитель покромсать налево и направо, я надеюсь, он пострадал довольно тому, что он заслужил, и не знаю, просто блин, я не понимаю, что сподвигает людей вот на такие вот поступки, неужели, я не верю просто в то, что вот кто-то посмотрел страшный фильм или послушал страшную историю и все, я любить кромсать. Мне кажется, это какие-то просто психологические отклонения либо у человека, либо какие-то детские травмы или что-то еще, ну, не может же быть такого, я, блин, люблю слушать там страшные истории, ну, точнее, люблю озвучивать страшные истории, слушать я их не слушаю, потому что мне не нравится слушать других, к сожалению или к счастью, и смотреть фильмы, ну, вот страшные я смотрю, но, так же, как и вы, но никто из нас не идет же рубить других, ну, это вообще просто жесть какая-то. Ладно, это все, как говорится, демагогия, все оставлю на вашу совесть, на ваши мысли в комментариях, а если вы любите слушать страшные истории, поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Услышимся с вами в следующей, как и всегда, истории. Пришло время открыть вам тайну. Долгое время готовилось нечто масштабное, то, что по праву принадлежит именно тебе. Тайна, что хранилась долгие месяцы под грифом секретно, сегодня будет обнародована. Ну что, ты готов познать тайну? Я объявляю вам о старте, о начале самого масштабного на моем веку мероприятия. Самые лучшие авторы подготовили именно для тебя будоражащие кровь-рассказы. И только для тебя я могу приоткрыть дверцу врат и впустить. Теперь ты сможешь слушать истории в аудиоформате, без надоедливой рекламы и даже оффлайн, а самое главное еще до их появления на ютуб-канале. Вы давно меня об этом просили, и я услышал вас. Теперь все мы станем ближе, мы сможем пообщаться на стриме, а может даже и лично. Созвонимся, познакомимся поближе, будем болтать как старые добрые друзья обо всем и ни о чем. А как ты смотришь на то, чтобы мы создали с тобой историю? Выберем с тобой место, время, неожиданный сюжетный поворот персонажей, а может ты сам станешь персонажем той самой истории? Будешь бродить по заброшенной деревне, пустынной улице или сидеть в заперти в своей пропитанной до невозможности потом проклятой квартире, которая никак не хочет тебя отпускать? История, которая заставит остальных сглотнуть ком в горле или обернуться? Мы с тобой устроим конкурс для авторов на указанных нами условиях, и только мы с тобой будем судьями, только в наших руках будет тот самый ценный приз. Кубок, который мы вместе с тобой вручим победителю. А для самых внимательных я приготовил лично приятные призы. вручим на этом все еще бонусы для вас не заканчиваются. Я подарю среди заглянувших врата ключ к следующей двери, и мы с тобой сможем насладиться ее прелестями. Теперь я готов открыть для вас врата. Благодаря тебе я могу оплачивать все те эксклюзивы придуманные нами. Спасибо, что даете такую возможность. Возможность дать что-то большее, делать что-то масштабное. Вы никогда не слышали от меня что-то наподобие «Я ухожу, монетизации нет» или «Дайте денег, вот моя ссылка на донат». Нет, я уже больше года, несмотря ни на что, делаю для вас крутую озвучку. Договариваюсь с топовыми авторами, и все это только для вас. И мне кажется, я смог собрать вокруг себя ту самую добрую, отзывчивую и искреннюю семью. Получить пропуск врата вы можете в описании или в закрепленном комментарии. Заходи, будет страшно интересно!